всем привет это дачный ответ я илья западенец а это полина она решила сделать сюрприз своей маме написала в переделку с просьбой обновить на даче кухню-гостиную полин как часто делаешь маме такие сюрпризы но я стрелец я очень спонтанный энергичный человек постоянно тела какие-то сюрпризы друзьям маме и вот например в 14 лет устроился на работу купила собаку вилсона вилсона потом я купила маме планшет а в этом году вы у нас гостях с каждым годом подарки все масштабнее масштабный ладно иди к родным я тогда скоро вернусь присоединились к вам сегодня мы удивим всю семью терешкиных в новом интерьере отделка и мебель будут в цветах хлеба и молока в центре комнаты появится живой огонь а под потолком воспарит большой купол такая задумка для наших героев елена терешкина дачница начинающая решиться на покупку дома ей помогла подруга вспомним молодой жанна мы же молодые вспоминать сначала жанна пригласила нашу героиню у себя погостить а потом предложила посмотреть что продается по соседству и мы зашли на этот 107 участок и нас встречает владимир егорович хозяин был просто очаровательный улыбчивый доброжелательный мы рассматривали другие варианты но дедушка сыграл новая хозяйка с энтузиазмом взялась за участок тебе руку на на руку я буду делать салат из рукава лена по профессии врач с грядками опыта раньше не имела но быстро освоилась и даже увлеклась результат не заставил себя ждать посадила базилик рукава и даже у нас есть парник я туда посадил огурчики помидорчики перчик все говорят ой так тяжело так тяжело я не знаю у меня все растет но это благодаря предыдущим хозяевам они мне полностью все подготовили такие хорошие люди нам попались студентка полина дачный урожай с удовольствием осваивает кухня вообще ее территория готовить она полюбила с детства и вот уже несколько лет работает поваром я изучаю всю кухню ресторана изнутри поставки как происходит цепочки поставок а в университете я изучаю то как нужно управлять работниками то как нужно восстанавливать документ документооборот и так далее будущем я планирую искать инвесторов составлять бизнес-план и открывать конечно ресторан с уже моим опытом работы в рестораном бизнесе тем временем на даче терешкиных доступен только ресторан под открытым небом валь на тебе пирожок с яйцом из капусты с многочисленными друзьями они обычно собираются на зеленой лужайке перед домом вилсом вилсом это тебе это тебе дружище я принес ему сыр можно 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 у нас и ядный хороший какой а у вас всегда так празднично так много народа на участке да у нас всегда солнечно самый солнечный участок это была моя мечта она сбылась класс нам нужно думать что нам делать с зимним пребыванием наших гостей а в доме вы бываете редко судя по всему у нас участок то красиво не нет мы редко но когда кухня появится гостиная мы будем там постоянно ну давайте тогда сходим обсудим что там да пойдемте все покажем вот эти две комнаты вы готовы отдать под гостиную кухню до объединить будет большое красивое пространство какая сейчас у них функция здесь прихожая даже не прихожая непонятно мы туда даже не проходит мы раз в эту комнату или сразу же на лестницу на второй этаж крутая лестница очень крутая лестница пожилые люди туда не могут забраться только молодежь печи утопите ну топим но очень сложно с ней управляться потому что она дымит все время звонила старому хозяину говорил почему он дымит он горит нет 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 там откройте заслонку откройте очень тяжело поэтому но дом отапливается только одной печкой а дома вообще холодно зимнее время он не отапливаем да приходится ставить обогреватель здесь гостиная вы тоже здесь не время не проводить она очень маленькая иногда проводим но здесь помещается два человека вы же видели какое количество у нас гостей нам же хочется их принимать и зимой поэтому нам нужно здесь чтобы была гостиная с кухонкой чтобы я в одном пространстве приготовила в другом пространстве сделал мама друзья все наблюдали за мной я вот хотела здесь например по этой стене большую кухню здесь большой стол столовой телевизор гости остаются на ночь сейчас нам приходится надувной матрас надувать и на полу оставлять гостей про цвета атмосферу стиле думали мы уехали из москвы в деревянный дом хотелось бы оставить дерево натуральность что-то плетеное возможно какие-то оголоски эпоха стиля какого-то стиля путешественников но вы понимаете да что понимаю наши дизайнеры видят может иначе немного ваш интерьер будущий вы к этому готовы к этому готова мы надеемся на то что у нас сойдутся наши энергии мы друг друга поймем полина будет мысли посылать дизайн вы давайте посылайте мысли у вас для этого есть время пока мы здесь работать будем теперь я вас провожаю мы будем тут уже начинать делать ремонт все до свидания настья ну в чем мы точно убеждены уже с тобой до конца мы сносим эту стену да мы объединяем это пространство в одну большую кухню столовую мы делаем деревянную отделку в темных тонах это состав обволакивающее пространство уютно и комфортно не мрачно чтобы стало светлее мы решаем другими способами мы прорезаем здесь окно с выходом в сад остальные окна мы немножко просто опускаем и его за счет именно света они просто покраски стен мы делаем светлое помещение связь с природой весь дизайнерский прием цветовой у меня построен на палитре хлеба и молока бухан коржановых вокруг и молоко это кухня мебель круто что мы будем делать с печью героям очень важна эта печь потому что это единственный способ качественного отопления в доме по сути оставляем функционально так как она есть это будет тоже печь центре она уже будет даже будет не соединять два пространства будет такой доминанты да также мы переделаем эту лестницу здесь очень мало пространство очень маленькая да да крутая гусиный шаг называется эта лестница и здесь мы делаем систему хранения внутри самой лестнице получается и для дров его телевизор даже сюда возможно и для будущей кухни которая появится вот с этой стороны да мы делаем компактно кухню две хозяйки умеется в этой кухне да у месяца сверху будет шкафчики для хранения и напротив остров круглый в котором будет мойка на котором можно либо готовить либо наблюдать когда мы снесем эту стену у нас получится почти квадратное помещение и основная тема у нас здесь это купол из архитектурной бумаги очень легкая конструкция не нагружает она перекрытие с подсветкой то есть он весь будет светиться здесь идет игра в старую дачу то есть мы такие по теплым абажурчиком собрались такие сидим уютненько пьем чаек молочко там под абажуром у нас столовая группа да я заметил по эскизу что много круглых обтекаемых предметов в интерьере я хочу создать мягкое комфортное пространство для наших девушек и даже диван он трансформер диван состоит из двух частей складывается в нормально полноценная двухспальная кровать форме ньян да символ гармоничного пространства в общем будет здесь тепло и гармонично да здорово начнем переделку далее в дачном ответе отправимся в гости героем одной из прошлых переделок узнаем как им живется в двухуровневой мансарде ради которой пришлось скроить новую крышу и перекрасить дом также в программе единство противоположностей скорая печная помощь и люстра юрта дачный ответ приступает к переделке кухни гостиной в деревянном доме всего в нашем распоряжении 25 метров старую обшивку мы сняли от печки и стены между двумя комнатами избавились пол тоже пришлось разобрать старые балки прогнили это привело к сильному перепаду уровня беремся за новый фундамент винтовые сваи вкручиваем на глубину промерзания грунта при помощи ручной гидравлической машины лишнее отрезаем полости заполняем цементной смесью от коррозии и влаги оголовки станут опорами для швеллеров собираем прочный каркас новому цокольному перекрытию потребуется надежная защита в импровизированные ванны заливаем антисептик сениш био он убережет деревянный брус от гниения плесени и жучков древоточцев при этом древесина с ним продолжит дышать и сохранит все свои свойства выдружаем лаги на места фиксируем металлическими уголками теперь по плану утепления слой ветра и влагозащиты не даст холоду попасть из подпола внутрь минеральную вату укладываем в два слоя сверху закрываем все пароизоляцией в качестве основы для пола мы взяли влагостойкую шпунтованную дсп большие нагрузки и перепады температуры ей не страшны деревянные стены и потолок важно защитить не только от насекомых вредителей но и от возгорания с обеими задачами справиться комплексное средство огни био она легко наносится пульверизатором все поверхности обработаны сейчас фиксируем ветра и влагозащитную мембрану выстраиваем деревянный каркас для стен используем брус массивный а для потолка особо прочный и стабильный LVL брус снова принимаемся за демонтаж на этот раз убираем хлипкие окна одной из них станет выходом в сад увеличиваем проем в ширину и высоту не забыли про обсады в деревянном доме они необходимы сначала займемся дверным проемом профиль надежный пятикамерный внутренняя ламинация темно-коричневая внешне белая у окон профиль еще шире с семью воздушными камерами в любую непогоду внутри будет тепло и уютно щели аккуратно пропениваем стеклопакеты энергосберегающие дверь двухстворчатая со штульповым открыванием новый проем световой заделом на будущее да я предполагаю что здесь будет организована некая небольшая терраса всегда можно было выйти выпить чашечку кофе посмотреть на свой огород в дверном проеме нет перемычки в центре но тем не менее примыкают друг другу дверь очень плотно и никакая прохлада не проходит внутрь очень теплые окна более того окна и мелкие сделаны по технологии коэкструзии этот внутренний слой здесь он выделен таким ярким зеленым цветом он сделан из переработанных окон из переработанного пластика а вот этот внешний слой который мы видим это уже высококачественные пвх тем более что у нас перед планеты стоит вопрос пластика переработки вот это общем замечательно да да приятный нюанс вот это вот заглушка антипыль задерживает пыль грязь и все то что летит с улицы потому что обычно вот этот паз он забивается грязью здорово это прекрасно всем я как человек который нету такой заглушки дом а то что вот нарушение кстати открывается это же тоже важно тебе было это задумка нашего интерьера там не такое большое помещение и в открывание все равно занимает место а тут как две принцессы наши героини будут выходить как раз вот птицы поют это прекрасно да продолжим утепление стены гостиной одеваем в шубу из минеральной ваты сверху укрываем пароизоляцией для новой вагонке мы подобрали антисептик тонированный в чем на коричневый цвет наносим его широкой кистью пока все сохнет переключимся на пол стелим подложку сверху палубным способом укладываем дубовую инженерную доску приехала она на проект из тамбова дизайн называется каштановый сорт рустик покрытие стабильное нижний слой плашек из влагостойкой березовой фанеры возвращаемся к вагонке потолок и стены по задумке нашего архитектора должны смотреться единым целым с полом благодаря строительному пистолету работа идет четко и быстро и вот мы уже внутри темной шкатулки главный вход в нее сделаем почти незаметным монтируем двери с коллекцией метаморфоза петли используем скрытые облицовка полотна и остальных деталей темный дуб ручка бест наличники телескопические встают на свои места буквально в одно движение без печки в гостиной не обойтись она тут единственный источник тепла в основании кладем предтопочный лист из бельгийского закаленного стекла сама печь камин стройная и изящная с панорамным стеклом новый дымоход тоже красавец дополнит композицию собираем его из нескольких элементов которые прочно соединяются друг с другом хомуты потребуется лишь для верхней части конструкции у выхода на крышу замены мы успели как раз вовремя так считает наш специалист по дымоходным системам юрий казак сделаем перерыв и все расскажем это подтеки не от кофе это как раз из прошлой жизни героев и все связано с дымоходом до старая труба была собрана неправильно она сильно остужалась и весь конденсат который образовывался он вытекал из этого соединения и соответственно растекался вот так по вагонке ну и как наш новый дымоход эту проблему решает мы новый дымоход собираем правильно во-первых одна труба заходит в другую на 45 миллиметров и сверху у нас штуцер вставляется в раз труб скажи ка это штуцер ну-ка вот вот он он вставляется сверху вниз то есть заходит в такую чашечку примерно как ты кофе принес только в нее сверху вставляется вот такой вот штуцер если конденсат истекает то он никуда не в какую щель не попадает да он идет вниз до самого теплого места вот в дымосборнике печи где он уже испаряется опять ну и с дымовыми газами уходит здесь еще важный очень момент видишь вот тут канавка сделано иногда бывает так что конденсат течет вверх ну вот из физики то мы знаем что это по капиллярам если у стыков нету такой канавки то он может проползти и вкитаться в изоляцию а изоляция вот от белой который да 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 1200 градусов она будет держать свою форму то есть полина елена и гости могут просто не беспокоиться что в какой-то момент будут появляться пятна на потолке ну да вот такого неожиданного полтергейста больше не будет тем временем внизу у архитектора анастасии топоевой и распорядителя строительных работ александра кудрина тоже начинается совещание тема цвет вагонки не результат не порадовал несовпадение цвета по образцу но получилось темней да блеск и самое главное не гармоничное сочетание константы пола с тем что мы собственно можем исправить что мы можем сделать но самое простое снять вагонку и применяйте на другую мое предложение давайте со шкурин я могу показать давайте попробуем да вы сами хотите давайте значит основная история в том чтобы вывести фактуру снять мягкие волокна основную массу цвета вот этого чудесного вряд ли это удастся сделать просто при помощи наждачной бумаги а тем более руками это нужно делать тогда при помощи брошировки нужно использовать специальную технику главный вопрос после того как мы допустим все зашкурим вы хотите покрыть другим цветом или это будет так и бесцветное покрытие вот это будет основа да и возьмем элисировочными красками и покроем в принципе можно попробовать сейчас сделать образец я думаю что нам нужно сделать выкрасы у нас идея в том чтобы подружить вот это вот с этим вот это уже смотрите более совсем темно ну вот это 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 видно хотя бы в принципе направление движения нам ясно так чтобы приступать начинаем работу объем большой ускорит процесс мощная шлифовальная машинка вернуть вагонке первозданный вид не получилось но нам это даже на руку следы темной тонировки сделают поверхности более интересными текстуру и фактуру подчеркнем при помощи масла с воском материал матовый неплотные на натуральной основе насть но это тот цвет который нужен наконец-то получилось то что мы хотели и долго добивались сейчас это сложное покрытие с разными слоями то чем покрыли стенный потолок это масло с воском адлер терра на водной основе материал экологичный и как раз вот он подошел нам под задачу и дать тон дереву но и между тем оставить рисунок смотри здесь действительно красивая фактура у него правильный блеск и пол он ну прямо таки сливается у нас тоже в одну гамму со стенами все материалы все цвета должны гармонично сочетаться друг с другом вот этот эффект коробочки такой монолитный монотонный нам нужен как раз для того чтобы больше выделить будущую люстру большую который появится до будущее но если ты посмотришь на материалы которые дальше то это более светлые материалы которые будут работать на контрасте у нас такой будет диванчик мягкие светлые светлые шторы светлый потолок светлая кухня новая печь каминность сейчас смотрится как колонна так знаешь одиноко достаточно она находится в исходной позиции как и собственно было раньше мы не хотели делать дополнительные отверстия в кровле эта печь быстро разгорается она заполняет комнату теплом ну буквально минут за 15 ленью по линии всем гостям будет приятно наблюдать за пламенем красивым посмотри да какое высокое на самом деле стекло отделка внутри из вермикулита негорючий материал и тоже достаточно хорошо удерживает тепло цвет торит некоторым нашим элементам окнам ну и дверь у нас тоже в тон всему интерьеру мы ее не выделяем это шпон дуба ручка тоже шпон дуба чтобы не выделялась это простая но элегантная дверь не берет много на себя акцента но при этом хорошо работает собираем мебель корпуса у нее из ламинированной плиты ламарти оттенка ржаного хлеба дополняем секции полками и ящиками вся фурнитура австрийская тону фасадов молочный это крашеная мдф хранение также организуем в лестнице сделаны все элементы из влагостойкой березовой фанеры она как и дсп для кухни производится в сыктывкаре ставим основание острова теперь кладем столешницей из акрилового камня грандекс с рисунком под мрамор на белом фоне появляется первая заметная деталь мойка цвета бронзы к ней смеситель компаньон под мойкой устанавливаем систему глубокой очистки воды пить ее можно будет прямо из под крана менять модули достаточно всего один раз в год это экономично и удобно в нишу встраиваем холодильник с антибактериальным покрытием рядом подключаем посудомоечную машину у нее есть функция отложенного старта духовой шкаф объемом 78 литров внутри эмаль легкой очистки варочная панель стекло керамическое вытяжка с тремя режимами и подсветкой как ты думаешь такая кухня соответствует амбициям нашей героини полина будущего шеф-повара это компактная кухня учитывая то что у нас небольшое помещение я подчеркиваю здесь достаточно эргономично все продумано здесь мойка здесь готовка здесь мы режем и холодильник ну что давай раскроем эту белую молочную шкатуху давай то у нас здесь вместо хранения чашек здесь просто хранение посмотрите насколько многофункциональный ящик мы выдвигаем фасад у нас есть большое такое достаточно глубокое хранение для кастрюль снизу но вот тут же есть выдвижные ящики для столовых приборов да масса чего влезет так чтобы это все аккуратно выглядело и остров тоже функциональный у нас с одной стороны хранение да с другой стороны чтобы ноги уместились здесь расположился фильтр для воды мы нашим героем поставили aqua for eco pro систему глубокой очистки воды с мощной антибактериальной защиты очистить воду от токсичных примесей ржавчина хлора бактерий ну и это экономично не нужно запасаться бутилированной водой да так нравится вообще как сделан остров и изогнутые фасады все по твоим эскизом это тоже как это некая деревянная поверхность с каким-то определенным ритмом который у нас есть здесь столешницы у нас и на острове и в кухонной зоне из искусственного камня с темными разводами с рисунками у нас и бронзовые оттенки появляются смесителей мойки мы позволим себе роскошь тем более что само покрытие функционально хорошая и не царапается моется легко дополнительно кстати у смесителя выдвижной шланг мы видим но это класс подвижный до рядом кран для подачи очищенной воды ну и техника мы конечно же уместили вот в этот вот уголок все нас под сушкой находится посудомойка 7 режимов работы на 13 комплектов посуды варочная панель на 4 комфорки они разные по размеру снизу духовой шкаф тоже белый он достаточно большой на 10 режимов приготовления конвекция гриль входит в эти режимы регуляторы утапливаются интерфейс очень понятный и не нагревается это стекло особенно да это очень удобно потому что можешь стоять за плитой это безопасно холодильник достаточно вместительный удобный один вопрос к нему насколько безопасно его расположение рядом с печкой вот лед и пламя встретились эти боковые панели умеренно теплые то есть если наши героини вдруг спиной задевают эту боковую часть печи то ничего страшного не то они не обжигают лестница причудливая такая как ты ее создавала почему она получилась именно такой это максимально компактная лестница которая возможно было сделать здесь так чтобы она еще была и безопасная вот эти ступени которую ты идешь вот так как гусиным шагом он так и называется гусиный шаг проем нам не позволяет сделать больше и сколько здесь ширина ну мне кажется сантиметров 60 до 60 нормально по эргономике человек проходит кроме того что мы сделали здесь подъем функционально вторая функция у нас это хранение также у нас сделано ограждение чтобы люди не падали и на это ограждение будет вешаться телевизор который можно смотреть диван сделано это лестница из фанеры дополнительно красить мы как-то будем мы ее покроем бесцветным матовым лаком для того чтобы сохранить фактуру цвет у нее будет кстати такой же как у люстра который скоро появится переделки мы скоро вернемся а пока вместе с нашим грациозным редактором мариной отправимся в гости привет привет давайте обниматься 5 лет прошло вообще не верится как вчера семья постниковых пять лет назад попала в одну из самых обсуждаемых переделок дачного ответа герои мечтали всего лишь об обновлении спальни но архитекторы александр кудимов и дарья бутахина обнаружили в их доме скрытые возможности если угол кровли чуть-чуть изменить вот так вот конек кровли поднимется на один метр и дома будет дополнительные 30 квадратных метров в итоге мы полностью изменили второй этаж выстроили новую крышу с углом 45 градусов теперь балки опираются не на стены дома а на опорные консоли под скатами образовалось открытое пространство с пятью мансардными окнами и остеклением в пол снаружи дом совершенно преобразился я очень хорошо помню вашу реакцию когда мы вас завели закрытыми глазами самая лучшая реакция была конечно александр сергеевич потому что он он стал он ступри стоял все по-другому ну что же а говорили только комнату больше всего вас дом белый вообще поразил сейчас ты как вы с ним живете выживаетесь отлично мы очень боялись что именно будет краска отваливаться что в течение какого-то времени особенно после зимы на самом деле вот видите она до сих пор в хорошем состоянии в первое же лето нам детишки нарисовали свои маркером все отмылось даже не осталось следов ну может быть какие то есть следы но это вот такие помарки при желании то все отмывается выглядит он вообще потрясающе как будто не увещали как новым как будто сделан вчера слушайте но мы же вам крышу полностью перестроили как она себя ведет великолепно нормально тихо не еда ни дождя не слышно и эти сороки галки не стучат по ней ну конечно хорошо мягкая черепица такой жизнеспособный вариант для загородного дома но под этой крышей вместо одной скромной спальни нам удалось выстроить сразу две комнаты наши герои оценили печь камин и большой кровать и системы хранения и продуманную лестницу и кабинет наверху для работы или отдыха под настроение давайте посмотрим как постниковые обжили это пространство добро пожаловать слушайте ну вообще практически ничего ничего не изменилось а смотрите пол какой у нас он как раз приобрел вот ту самую нужную вот эту фактуру да потому что подстерся и стало прямо видно что паркет паркет вообще не скрипит ничего и смотрите он и моется хорошо мы сейчас проверим насколько не скрипит и пол не скрипит и белый цвет вопреки опасениям зрителей остался таким же белым здесь покрашены какой-то краской которая очень хорошо моется то есть если что-то не дай бог испачкается там комара случайно убили все это можно отмыть и ничего это не останется остекление в пол мы сделали не только в спальне родителей но и в соседней детской из обеих комнат есть выход на балкон с ажурным ограждением вы его вообще как-то ворота нас людей животных да заиграла так это света в доме теперь много поэтому новые мансардные окна наши герои чаще всего держат закрытыми чтобы солнце не будило слишком рано вообще-то конечно мы не разрешаем вот так вот в обыденной жизни прыгать видимо сегодня все можно да сегодня да все можно очень часто пишут нам в комментариях о том что матрасы зачем вы положили вставать неудобно я не знаю мне вот допустим на трассе 8 принципе ну как детишки комфортно ложишься он не проминается и не проминается очень удобно вставать вот все то есть это прям полноценная кровать с которой можно удобно и встать на которой удобно и лечь главное не скрипит это очень важно и подложки давайте покажем эту подложку нашим зрителям на ней есть специальные липучки если что можно зафиксировать но самые яростные споры в соцсетях переделки вызвала это окошко в стене отделяющий спальню от детской первое время непривычно было а потом наоборот это как бы был большой плюс допустим какие-то вопросы у детей есть они не бегают из комнаты в комнату они просто на это он как я так понимаю может служить в роли как экран для проектора кстати еще и мне обжились но в перспективе хотим придумать точно абсолютно ступеньки которые ведут наверх мне кажется у вас тут ежедневная физкультура немножко конечно высоковато да но и вот этот подиум очень кстати мы его обыгрываем мы сюда ставим елку то есть я сейчас как елка на самом деле мы еще иногда используем вот этот подиум как барную стойку какие-то фруктики ну и вот этот стол мы тоже используем как барную стойку то есть это как продолжение как продолжение того стола да единственное что мне не очень нравится то что здесь жестковатый стулья потому что когда ты долго сидишь например что-то делаешь уроки с детьми но мне очень нравится то что здесь очень вместительные глубокие ящики мы сюда просто запихиваем все до отказом еле закрываются и очень нравится то что дизайнеры сделали нам здесь розеточки мои любимые которые я очень люблю пространство под самой крыши практически не изменилось хотя где матрас а матрас да мы отдали друзьям не переехали попросили от временно 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 а до того как и друзья переехали что здесь здесь у нас спали дети ночью даже когда мы не знали что они здесь с утра оп у нас тут сюрприз так друзья а как вы здесь время проводите я здесь могу с мамой что-нибудь поделать там заколки какие-нибудь а можно я вот сюда вот так плюхнусь а вы мне расскажите вот здесь очень много получилось место для меня все мои леночки сюда вот вошли прекрасно под мансардным окном да здесь очень много света если все мансардные окна открыть соответственно если включить весь свет здесь очень удобно очень ярко переделка такая особенно такая масштабная мне кажется она должна была изменить жизнь конечно она изменила жизнь во первых мы стали очень дружны мне вообще как-то интересно стало жить еще больше романтики стала больше романтики в отношениях подогревает чувства и печь камин работает исправно и тепло дает и подсветку настраивающий на соответствующий лад для большей интимности пустникова даже закрыли тюлем роскошное огромное окно которые авторы проекта не хотели декорировать текстилем все-таки все равно занавеска какой-то уют это вот интимность какая-то вот личность наверное жизни там вот зажигаем камин нас на романтик с мужем себя чувствуем прям молодыми дачный ответ продолжает переделку кухни-гостиной для семьи из двух человек стену в рабочей зоне защищаем фартуком из закаленного стекла все электроприборы мы распределили на 10 новых автоматических выключателей это защитит линии от перегрузок и короткого замыкания прячем автоматы в электрощитке а климате новой кухни-гостиной позаботиться кондиционер серии элета подключаем наружные и внутренние блоки встроенный датчик присутствия позволит направить потоки воздуха на людей в комнате или же наоборот отвести от них чтобы никто не простудился теперь на очереди розетки и выключатели рамки мы взяли металлические близкий потону к стенам а механизма цвета темной бронзы поверхности не выгорают от солнца отпечатки пальцев на них не остаются серия называется bright на потолке скоро распустится гигантский цветок доминанта нашего интерьера каждый лепесток а их задумано 70 ручная работа сделаны они из березового шпона и фанеры внутрь закладываем светодиодную ленту центр потолка занимает светильник ротор он тоже из дерева закрываем лампы матовым рассеивателем окна оформляем велюровыми гардинами с объемными складками ткань с коротким ворсом и переливом цвета поправить пожалуйста вот здесь спасибо слушай но мы уже сделали все даже можно закрыть шторы для театрального эффекта давай для того чтобы видеть нашу самую главную конструкцию светящийся люстру включая о спасибо да вот такая у нас тут получилась история от центра люстры чуть-чуть спускается к стене да да то есть это купол куполообразная конструкция у нас несколько функций во первых мы поднимаем потолок хотя на самом деле опустили хотя да это такой эффект из-за того что это светящаяся конструкция то что мы делали специально темную там эту коробочку это подчеркивает вторых конечно мы осветили это все и третья функция это как у ветрове польза прочность красота чтобы здесь заиграл интерьер то есть что-то необычное откуда она где-то взяла вдохновение в прошлом году ездил в хакасию и вдохновилась хакасской архитектуры я взяла куполообразную конструкцию юрты она там деревянная юрта в центре как сейчас у нас люстры висит а там открытое небо и дымоход по центру мы подобрали готовый светильник важна была его форма круга как раз олицетворение солнца вот этого который поступает извне начале проекта мы задумывали светильник из архитектурной бумаги но использовали в конечном итоге шпон почему мы подумали будет пылиться слишком близко она находится шпон по-другому себя ведет конечно тебе пришлось на кухне заниматься материаловедением да все сидела на кухне как бы мочила березовый шпон накручивал их на банке к трехлитровым и смотрю что получилось потом прикрепляла там как деревяшком хотел посмотреть как он будет себя вести он согнулся он просвечивал мы сделали вот такие пазы но по сути это рамка да как у картины эти лепестки повставляли в рамки получается теперь сам шпон стабильнее стал да у него он завода видео он теперь надежно вставлен вот это уже жестко держится да он может и хочет но вариантов у него мало ну и ладно и пускай вот так стабильно и держится наш большой светильник берет на себя столько внимания что элементы которые выполняют только функцию в этом пространстве они почти незаметно вот например кондиционер это кондиционер косарты серии элепто можно включить и на обогрев дополнительно у него еще ультрафиолетовый лампа которая обеззараживает воздух от бактерий и вирусов также есть функции самоочистки внутреннего и внешнего блока нажал на одну кнопку вот она самоочистка и он за 35 минут почистить коробочку кондиционер можно управлять через вай фай по мобильному приложению это здорово то есть ты можешь ехать сюда да и включить его по вай фай и производитель на него дает гарантию семь лет а если уж дает семь лет значит продукт своем уверен кондиционер у нас белый а вот розетки мы решили слить цветом стен они играют тут смесителем ну ты рамки подобрала одного цвета а розетки сами уже немножко другого да здесь такой глянец мы видим блестящий а здесь матовая цена слушай но это такой принцип есть как дорогой одежды цвет один а текстура в разном и это придает какую-то глубину элегантность все розетки выключатели от компании иек коллекция bright здорово что вот можно подобрать такой продуманный образ который будет под стать интерьеру кроме розеток от этого же производителя у нас щиток и автоматы у нас же увеличилась нагрузка на помещение до появилось много бытовой техники новые поэтому мы поставили сразу 10 автоматов в новый щиток мы распределили нагрузку по бытовым предметам по освещению всем остальным делам если будет короткое замыкание выключится именно тот автомат на котором она происходит ну здорово в общем таких нюансов тоже важно дизайнер задуматься да конечно два затейливых по форме дивана нам сделали на заказ пока разводим их по разным углам комнаты чуть позже попробуем еще одну комбинацию ставим обеденный стол мод он одет в шпон дуба к нему присоединяются деревянные стулья джинджер эта модель современный вариант классического британского школьного стула середины прошлого века настя форма в интерьере все интереснее и интереснее диваны это новая история но также опять круг в основе ну давай посидим на них проверим по жесткости как вообще твой эскиз был исполнен в деле как ты оцениваешь ну по моему все хорошо во первых очень приятная ткань шинил да она хорошо вписывается наш интерьер то что-то похожие цвета с березовым шпоном и к тому же она такая как мягкая немножко велюровая этого дивана хорошо посмотреть телевизор который появится да когда приют гости можно всем разместиться там геройня в начале программы просил нас предусмотреть спальное место для гостей и диван волшебным образом вот так легко соединяется в один большой один большой да скажи не разъедется ли этот инь-янь не случится ведь дисгармония в момент сна да нет но они достаточно тяжелые чтобы разъехать если как пинать их там ногами у нее диаметр два метра да и в общем ты можешь располагаться достаточно свободно получается эстетично и функционально да также обратно удобно его разобрать но вопрос в том что это не так часто будет делаться постоянное использование это все таки вот в том положении в котором у нас сейчас есть это функция для гостей ну и под нашим круглым светильником под солнышком появилось отражение этого солнца в столе да тоже круглый более того стол раздвигается на случай если гостей будет больше обычного достаточно большой стол но тут человек 10 разместится спокойно но вообще я думаю что можно играть вообще с этими предметами допустим захотелось посидеть около огня можно поменять стол с диваном местами и посидеть вот так вот около огня и и затягиваем опять все круглые опять все обнимающие уютные мобильные поддерживать гостиную в чистоте нашим героиням поможет беспроводной пылесос керхер виси 7 работает от аккумулятора одного заряда хватит на 60 минут лена и полина успеют навести порядок во всем доме он автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от количества пыли когда пыли больше яркость зеленого индикатора увеличивается и мощность тоже здорово попробуй умный пылесос сша он такой легкий и маневренный у пылесоса еще трехступенчатая система фильтрации с хепа фильтром так что поддержит воздух в чистоте она это вообще очень хорошо ринг готова в комплекте пылесоса много насадок мы можем просто в одно движение ну ладно в два движения превратить его в ручной пылесос и привести в порядок диван пройти по всем обтекаемым формам по всем углам и наш волшебный светильник тоже можно поддерживать в чистоте меняем насадку вот на такую щёточкой и по рейкам где может скапливаться пыль проходим ну я думаю даже можно и по самому светильнику по самому светильнику по шпону да ты разрешаешь да да я попробую все чистота остров дополняем барными табуретами отделка шпон дуба на ограждение лестнице закрепляем телевизор диагональю 106 сантиметров защитный чехол убережет пульт от грязи влаги и истирания круглые золотистые панно авторская работа анастасии топоевой осталось добавить несколько легких акцентов и можно оценивать результат и и и и и и и и и Настя, ну стоило нам два прямоугольных помещения превратить в одно квадратное, как все твои дизайнерские задумки нашли свое место. Да. Во-первых, мы поработали с конструктивом. То есть укрепили стены, укрепили пол, укрепили потолок. Проделали большую работу с дымоходом, прорезали большое окно с выходом в природу, потому что домик в деревне должен быть домиком в деревне. Еще и по функции много добавили. Есть теперь кухня, где наша героиня Полина, будущий шеф-повар, найдет для себя место для творчества, место для кулинарии. Лестница новая с хранением, есть столовая группа, два дивана, которые могут собираться и служить спальным местом для гостей. Конечно, козырем этой переделки стал светильник по твоим эскизам, твоей задумке. Мы сделали такой некий купол, который, по идее, опускает потолок, но на самом деле он делает впечатление более высокого. Да. Плюс он светится, это такой комплементарный свет, но даже если он не будет работать, он светлый, и на темном фоне он хорошо работает. Да. Вообще противоречивый проект, даже из-за того, что героини просили светлый интерьер. Они вообще говорили о том, что они боятся темного, но я думаю, что такое решение их переубедит. Темный цвет играет такую роль контраста и обнимающего какую-то историю. Он подчеркивает все наши светлые элементы. Они не смотрятся бледно так, а вот смотрятся контрастно. Тепло. И тепло. Тепло здесь, по-дачному. Темный цвет – это темный хлеб. Он всегда приятно пахнет, такой красивый. И молоко, молоко, сливки. Приятные эмоции именно ассоциирующиеся с каким-то страдачным местом. То есть это дом с историей. История все-таки была от прошлых хозяев, а теперь начинается история наших героиней Лены и Полины. Если наши герои захотят все-таки принимать в своем доме еще больше людей, они могут, например, на своем участке еще один гостевой домик построить. В общем, да. Они могут воспользоваться ипотеками строительства от Сбербанка. Это просто. Достаточно зайти на сайт Домклик, выбрать из многообразия вариантов строительство дома, коттеджа, усадьбы с верандой. Кстати, нам актуально. Баней, зимним садом, как угодно. Это здорово. Да. Строить можно самостоятельно или с подрядчиком. На одобрение заявки потребует всего около двух минут. Все онлайн, быстро и удобно. Я думаю, что наша героиня продолжит переделки. Да. Супер. Ну а наши герои уже на пороге. И, кстати, с гостями. Пойдем встречать? Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здравствуйте, дамы! Здравствуйте! Здравствуйте! Какие красотки по СНТ идут у нас. Да, привет с Кавказа. Здесь колбасы, сыр, орехи, фрукты. Короче, все очень вкусно. Лена, спасибо. Спасибо. Вы еще с новыми гостями приехали. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ее мама нам испекла пирожки. Вкусные-вкусные. Класс. Все для вас. И вот это самое главное. Это вам. Класс. Здорово. Насте нашему дизайнеру тоже шапку привезли. Спасибо. Как вы думаете, в интерьере все так же ярко-красочно и светло, как у нас с вами здесь или другие краски? Что чувствуете? Я думаю, что будет темная кухня, темный диван, и вокруг все светлое. Я думаю, будет много дерева, много уюта, много каких-то элементов дачных. Холодно было, темно было. Но надеемся, что сейчас у нас будет светло, тепло. Я надеюсь, этот кавказский задор у вас сейчас сохранится. Да, да. Готовы увидеть новый интерьер? Готовы. Вперед, за мной. Проходите, вы, наверное, соскучились по своему участку. Ой, как мы соскучились. Полина, смотри, какое окно. Большое. Окно, пол. Кондиционер. Полин, мы будем греться, наконец-то. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Слушайте, ну кондиционер я вообще не ожидала. Какие вы молодцы. Полин. Это еще не все, пойдемте внутрь. У меня прям слезы. Это не отход, а от радости. Добро пожаловать в ваш новый интерьер. Ура. Ничего себе. Ничего себе. Полина, я даже такого не представляла. Слушайте, вообще. А кухня белая, совсем не угадала. Да, совсем не угадала. Я думала, что темная будет кухня. А дерево, Полина, как ты просила. А вот это вот окошко прям туда можно будет выходить? Конечно. Тут мы сделаем ступенечку. Слушайте, или распахнешь окно. Вот кондиционер вообще вы молодцы. Без поддумки. А потолок какой, слушайте, супер. Это что, из бересты? Это из шпона натурального, из березы. Как красиво. Так решает пространство эта штука. Дизайнерская задумка Анастасии. Такой только у вас. А я не очень понимаю, у нас что, потолки подняли? А это еще и за счет вот этого вот решения. Кажется, что он куда-то уходит наверх. Слушайте, ну супер. А стол раздвигается? Раздвигается. Насколько человек? На 10. Слушайте, ну вообще. Диваны и нигяны, как будто бы. Да, так и есть. Для твоей гармоничной личной жизни. Так. Так. Мочь? Так, так, так. И вот сюда. Вот так. Слушайте, супер. Два метра в диаметре, два спальных места здесь есть. Пол, наконец-таки, нормальный. Илия, он никуда не бежит. Ровный пол. Дубовый, хороший. Вообще супер. Оф, хорошо. Мне очень нравится диван. Ну, теперь кухня. Барная стойка. Смотрите, фильтр, Полин, есть. Ты моешь посуду, мы пьем шампанское. Да, точно, супер. Так, это шкафчики. Придумал. Понял. Духовка. Ну вот, прекрасная духовка. Будет, где пирожки. И посудовоечная машина. Мечта хозяйки. Все для будущего шеф-повара предусмотрено. Класс, мне нравится, что тут все очень лаконично. И не будет ничего отвлекать во время приготовления каких-то рецептов новеньких. Гости будут собираться тут. Я буду здесь спокойно готовить. Они будут за мной наблюдать и все смотреть оттуда. Никто не будет мне мешать. Да. Супер. Ура. О, есть холодильник. Прекрасно. Ну, самое главное, это камин. Так тепло здесь, хорошо. Лестницу видели вообще? По ней можно ровно, спокойно идти. Ну, гусиным шагом, но можно. Да. Но безопаснее, чем так вот та, что вот была. Ну, безопаснее, чем была, да. Здорово вообще. Очень вписывается в интерьер. Но это главное место для хранения. А, точно. Сюда можно положить помимо дров еще что-нибудь полезное. Телевизор как раз лежа на диване. Удобненько вы все это смотрите. Да, неожиданно. Я вообще даже... Полный восторг. Мечты нашей подруги сбылись. Главное, что здесь свободно. Что здесь теперь свободно. Можно устраивать дискотеки. Здорово. Так неожиданно. Было две комнаты. Стала одна такая уютная. Потолок стал выше. Какой запах натурального дерева. Какой красивый камень. Я всегда говорила маме, что если у нас будет дача, у нас обязательно должен быть камень, потому что я люблю смотреть на огонь. Прямо реально ощущается, как будто бы это какая-то хижина в лесу. Я не хотела большую кухню. Думала про барную стойку. Про это ничего не говорила. Настя читает мысли. Это очень удобно. Я буду чувствовать себя там комфортно в своем уголке. Классное расположение. И отдельная раковина, это тоже очень необычно и очень удобно. Я вот не могла понять, как можно сделать под лестницей, чтобы все пространство задействовать. Место хранения, холодильник туда в лес. Очень мне понравилось вот это решение второго выхода из нашей гостиной. То есть мы можем сделать там небольшую лестницу и, может быть, даже беседочку. Стол объединяет людей. Прекрасное место для того, чтобы провести время с друзьями. Круглый, без углов. И то, что он раскладывается, можно и Полининых друзей, и моих друзей собрать. Объединяющая атмосфера, согревающая, теплая, уютная. Чего еще для дачи можно пожелать. Я хочу поблагодарить мою дочь Полину. Можно сейчас? Пожалуйста, мама. Не ревей. Все хорошо. Я ни минуты не жалею, что Полина нас вязала в эту историю. Авантюру удалась. И я счастлива. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин